Хорошо. Добрый вечер всем, всем присутствующим. Начнем, пожалуй, с коротенького объявления. На следующей неделе занятие наше не состоится по торжественной причине у моего младшего сынишки Бармитсва на той неделе. Мазельтов, перебиваю, говорю Мазельтов от имени всех, от себя лично. Да, поэтому просто будет не до того на той неделе. Вот, и так что вот сделаем недельный перерыв. Ну, хорошо. Добрый вечер всем еще раз. Сегодня мы начнем разговор о книге Судей, который продолжится и на следующем занятии через две недели. Сегодня мы поговорим о книге Судей и об эпохе Судей вообще. И о некотором рассказе, который в книге Судей содержится. Я надеюсь, что мы до него успеем дойти и его обсудить. Значит, я сразу же открою презентацию. Если у вас будут возникать очень спешные вопросы, то вы мне их можете задавать. А нет, так мы дадим время на вопросы в дальнейшем. Так, вопрос, видна ли моя презентация? По процентам. Все хорошо. Ну, прекрасно. Значит, мы начнем с вопроса чисто литературного, который нас в результате приведет к вопросу историческому и археологическому. Вопрос, как устроена книга Судей. Это, пожалуй, одна из техник Танахика, которая устроена исключительно симметрично. И это симметричное устройство, оно, так сказать, таит в себе некоторые загадки, которые мы пытаемся разгадать. Итак, как же устроена книга Судей? Вторая книга в комплексе Невиим-Бишоним. Она состоит из двух введений. Вот они тут показаны границы. С первого стиха книги Судей по пятый стих второй главы. И с шестого стиха второй главы по шестой стих третьей главы. Теперь увидеть эти границы очень легко. Всякий, кто откроет книгу Судей в упомянутых моих местах, он убедится, что это крайне несложно. Первое вступление начинается словами или введение «и было после смерти Иошуа». А второе введение начинается вдруг неожиданно словами «и разослал Иошуа народ, и они и сыновья Израиля пошли каждый в свое дело наследовать землю». То есть очевидно, что это два текста, которые были соединены, и каждый из них является рассказом о том, что, собственно говоря, произошло после смерти Иошуа и до начала царства. Во втором введении тоже буквально уже в пятом стихе второй главы, в восьмом стихе второй главы тоже говорится про смерть Иошуа. Теперь мы еще вернемся к содержанию этих введений, но в целом ситуация такова. Эти введения рассказывают о том, что после смерти Иошуа попытка наследовать оставшуюся землю была в целом неудачной. Неудачной в основном по причине, как это изображается, не объективной, то есть не потому, что были какие-то реальные препятствия, которые бы не дали возможность сыновьям Израиля занять обетованную землю, а из-за того, что сыновья Израиля не проявили достаточного усердия, так это в соответствии с первым введением, не проявляли достаточного усердия и не смогли изгнать Хананиев из разных мест. А согласно второму введению, более такому экстремистскому, они не просто не смогли, они заключали с ними союзы, они заключали с ними браки, вели себя, ну, так сказать, крайне нехорошо. И в обоих случаях, в обоих введениях есть категорическое осуждение этого поведения, причем если в первом введении оно озвучивается неким посланцем божьим, который приходит в место, называемое Бохим, этот посланец, можно его квалифицировать как ангела Господня, а может быть это как бы завуалированная фигура пророка, не очень ясно. Вот и он сообщает так или иначе народу о том, что из-за того, что они не сделали то, что от них требовалось, не уничтожили языческое служение, Бог перестает им помогать, перестает изгонять перед ними Хананиев, и народ плачет в точном соответствии с названием места, в котором происходит это место, называется Бохим, и таким образом оно объясняется, почему оно называется Бохим. И судя еще будет один плач, который мы дальше упомянем. Вот во втором введении нет уже никакого посланца, но там как бы просто говорится о том, что есть некоторая такая дурная бесконечность в поведении народа Израиля. Они отпадают от Бога, начинают служить другим богам, местным божествам, Бог насылает на них врагов, отдает их в руки врагов, они, опомнившись, просят Бога простить их и пощадить, после чего он посылает им спасителя судью, шофет Мошия, и на короткий период как бы все восстанавливается, но после того, как достигается победа над врагами, и судья или спаситель умирает, все возвращается на круги своя. Это как бы из раза в раз, из раза в раз. Такая вот ситуация. И Бог обвиняет Израиль, возгорается гнев его на Израиле, говорит, из-за того, что вы не следовали моему, не приступили мой завет, я не буду изгонять перед вами ханаане, а также дается еще две дополнительные причины, почему это так. Видимо, эти причины нарастали постепенно в тексте, одна из которых очень такая в духе книги дворин, проверить, испытать Израиль, будет ли он в этой ситуации все-таки оставаться верным Богу или оставить его. А во-вторых, дальше сообщается для того, чтобы научить Израиль боевать, потому что воевать еще придется, и вот оставленные ханаанские народы, они как бы служат своего рода таким тренингом. Через них народ Израиля сможет начать обучиться военному ремеслу, воюя с ними. Это введение. Дальше, начиная с 7 стиха 3 главы и по конец 16 главы мы наблюдаем рассказы о суде. Рассказы о судях-спасителях, которые включают в себя два типа текстов. Есть тексты длинные, сложные и такие разветвленные повествования, и есть очень короткие биографические заметки на несколько стихов. Надо отметить, что в этих рассказах, с одной стороны, вроде бы эти рассказы иллюстрируют ситуацию, которая представлена во введении, особенно во втором введении. Но с другой стороны, как бы из самих рассказов совершенно невозможно заключить, что, скажем так, религиозное поведение народа Израиля, как вы сказали бы сегодня на ивритском полусленге, а-ля пани, значит, что Израиль ведет себя крайне плохо. Отнюдь, как бы, из рассказов, самих рассказов, следует, что Израиль в необходимый момент собирается, идет вслед за судьей, спасителем, полагаясь на Бога, скорее, такой героический эпос или героическая сага описывается. Все это обрамлено, правда, всякими ремарками явно редакторского характера, которые, как бы, возвращают нас к введениям и говорят, что сначала было все крайне плохо и в конце тоже все крайне плохо. И это, как бы, замечания, они практически детально, текстуально повторяют то, что есть в его введении. Значит, и заканчивается книга судей, заканчивается книга судей, я назвал это аппендиксами, двумя такими аппендиксами или приложениями, которые, в которых уже не действуют никакие судьи. Первый из этих рассказов – это рассказ о так называемом об идоле человека по имени Мехи из колена Ефраима и связанном с этим рассказом повествовании о странствиях колена Дана и о поисках коленом Дана нового надела, потому что тот надел в районе Цоры и Бетшемеша, который у них был, их не удовлетворяет, он слишком маленький, а колено большое. И второй рассказ, который завершается, собственно, книга судей – это такой совсем шекспировский, можно сказать, рассказ о наложнице, изнасилованной Геве Бениаминовой. Рассказ совершенно ошеломительный, мы еще к нему вернемся. И, судя по всему, на первый взгляд, можно понять, что эти два рассказа, которыми заканчивается книга судей, призваны тоже проиллюстрировать, до какой степени морального и религиозного падения дошел народ Израиля в эту эпоху. Эти два рассказа очень плохо коррелируют с рассказами о суде. Стоят явно особняком. После того, что мы поговорили немножко о композиции книги судей, к которой мы еще дальше вернемся, я хочу обратиться к некой таблице, которую я тут перед вами изобразил. Она, в общем, простая, но вот мы ее посмотрим. Значит, все судьи, которые упомянуты в книге судей, а также в начале книги Шмуэля, потому что есть еще два в книге Шмуэля, их происхождение и время. Сколько они действовали? Причем есть переходные периоды между судьями. Сколько времени прошло? Давайте посмотрим на эту таблицу чуть более внимательно. Значит, мы видим вот это все имена, имена, из которых, если говорить о больших рассказах, больших рассказах, пока оставим в стороне первый рассказ об Этнеэли Санакназе, но большие рассказы – это об Игуде Сенегеры из Бениамина, рассказ о дворе из колена Ифраема, судя по всему, рассказ о Гедоне из колена Минаше, рассказ о его сыне Абимелехе, узурпировавшем власть, который единственное в эту эпоху становится царем, рассказ об Ифтахе, сыне Гелада, тоже из колена Минаше, но другой его части, если Гедон – это левый берег, то Ифтах – это правый берег, затем рассказ о Шемшоне, большой, из колена Дана, и если перескочить в книгу Шмуэля, в начало книгу Шмуэля, то Или, священник Шило, о котором мы еще будем говорить в свое время, тоже называется в одном месте Шофет, говорится о том, что он судил Израиль, он, судя по всему, из колена Ифраема, из Шило, и Шмуэль, сын Эль Каны, судя по всему, тоже из колена Ифраема, сколько времени судил, неизвестно. Там, где вы видите знаки вопроса, это значит, что не указано либо происхождение, либо дата. Теперь все остальные судьи, которые здесь упомянуты, вот они, Шамгарсы на НАТО, Толасын Пуа, Яир из Гелада, Ивцан из Бейтлехема. Заметьте, что есть два Бейтлехема в Древнем Израиле, один, хорошо нам известный, рядом с Иерусалимом, а другой на севере, в наделе Завулуна, и, по мнению большинства комментаторов, здесь идет речь именно об этом Бейтлехеме. Бейтлехеме. Некто Илон, опять же, из колена Завулуна, Авдон, из колена Ефраема. Теперь, что касается Бедана, который здесь появляется, это особая фигура, он не упомянут книги Шовтим, книги Сури, но зато, интересным образом, он упомянут в речи пророка Шмуэля, который раз пересказывает историю Израиля, и, в частности, историю Сури, и там упоминает нескольких Сури, и среди них Бейдана, значит, известно, что мудрецы отождествили Бейдана с Шимшоном, Шимшона, действительно, Шмуэль не упоминает, и отождествили они его просто потому, что Шимшон принадлежит к колену Дана, и по созвучию, что такое Бейдан, это тот, который из Дана. Значит, если вы внимательно посмотрите на таблицу эту, на вот этот столбик происхождения, то вы убедитесь в одной любопытной вещи. Может, кто-то из вас может сходу сказать, что здесь сразу бросается в глаза. Очень ясно. Нет желающих. Может, кто-то написал через чат, я сейчас смотрю. Миша написал, что левый и правый берег перепутаны, я не очень понял, в каком смысле они перепутаны. Не очень понял, что значит левый и правый берег перепутаны. Вот. А если Миша захочет пояснить, Миша, ты можешь включить микрофон и озвучить. Да, что ты имел в виду, когда написал перепутанной? Миша, не отвечай. Нет, я отвечаю, отвечаю. Да, да. Потому что у тебя левый и правый берег, как ты смотришь на карту. Да, да. А нужно левый и правый берег, они определяются, нужно смотреть по течению. Ну, ну, хорошо, хорошо. Я изменю терминологию. Западный берег и Восточный берег. Поправим, поправимся. Гидон с Западного берега. могу сказать? Да. Вообще говоря, наши мудрецы говорят, что судьи были как бы из всех колен. А в данном случае это не наблюдается. Мы не видим, чтобы из всех колен были судьи. Это верно. Это верно. Нехама, ты права, хотя всегда можно сказать, что книга судей кого-то не упомянула, с точки зрения Хазаль. Но тут еще одна деталь бросается в глаза. Очень ясно. Что? Здесь бросается в глаза, посмотрите, все судьи, за исключением одного, принадлежат с северным коленом. Все за исключением одного. Посмотрите на... Ну, мы не знаем насчет Шамгара, хотя тоже есть основания полагать, что он тоже с севера. Но, допустим, оставим его пока. Беньямин, Эфраим, Минаше, Исахар, Зевулун. Ну, а Южный это и Гуда, и Шимшон, может быть? Да, Шимшон из Дана. Это очень четко написано. Шимшон принадлежит колену Дана. Нет, я не то сказала. Шимон ты имеешь в виду? Ну, да, но у нас нету судей, о котором говорится, что он из колена Шимона. Вот это только сказать. Гуда есть, а Шимона нет. Да, но я хочу сказать другое в данном случае, что все судьи из севера, все до одного, которые упомянуты, и чье происхождение ясно оговорено. Один единственный, первый судья, он из Иуды. Заметим эту деталь, запомним ее и потом объясним. Да, Миша? Я просто много лет назад слушал лекцию Рава Бенуна. Он говорил примерно так. Значит, первый судья из Иуды из самого юга. Дальше, если мы посмотрим, как они по карте, они поднимаются с юга на север и потом спускаются обратно с севера на юг. Это если не учитывать, видимо, ты хочешь сказать, если не учитывать Ильи и Шмуэль. Бениамин, Бениамин северный иуды, Фраем северный Бениамин, Минаши еще северный, потом мы доходим до Исасхара из Улуна, а потом снова идем на юг к Фраем и Гдам. Ну да, а потом снова и Фраем, и Ильи и Шмуэль. Ну хорошо. Это верно, что это в другой книге, но, как мы убедимся уже сегодня, границы между книгами устанавливались постепенно. Я надеюсь, что мы убедимся в этом сегодня, но так или иначе, с точки зрения историка библейского и Ильи и Шмуэль еще принадлежат к эпохе Судей. Они так и называются Шуфтеми. Первый, кто не Шуфет, это Шауль, царь Израиля. Значит, теперь отвлечемся на секунду от происхождения, мы к нему вернемся, посмотрим на хронологию. Если мы начнем считать все эти годы, учитывая еще, что некоторые под знаком вопроса, то есть мы не знаем толком, что добавить. Например, в случае Шамгара сына Аната, мы не знаем, толком что добавить. Ну, про этого Бедана тоже неизвестно. И про Шмуэля тоже не сказано, сколько он судил и в каком возрасте, например, он умер. Этого не говорится. То получится цифра довольно-таки приличная, я вам должен сказать. Если вы это все сосчитаете, то получится больше 400 лет. Значит, и то, что получается больше 400 лет, это ставит нас немного в такую деликатную ситуацию. Значит, правда, надо отметить сходу, что Мартин Нотт, который написал книгу The Deuteronomy Mystic History, он считает, что путем некоторого рода эмендации, соединений можно дойти до цифры 350 лет. Она все равно довольно большая. Но если вот просто считать все, что здесь у меня, то получится значительно больше 400 лет. Теперь надо еще помнить, что единственная, единственная, абсолютная цифра, тоже на самом деле не абсолютная, относительная, но все-таки цифра упомянутая в Танахе, в Новиим Ришуним, позволяющая что-либо датировать, это начало строительства храма царем Шлумо. Там написано, что с тех пор прошло 480 лет после исхода из Египта. Значит, все это довольно трудно, я должен сказать, накладывается на ту предполагаемую реальную хронологию, которую мы уже обсуждали. Дело в том, что если исходить из того, все, конечно, может быть подвергнуто пересмотру, но если исходить из того, что евреи появляются в Ханаане где-то в конце 13-го, в начале 12-го века, а царство Шауля и вслед затем Давида, это 10-й век, то получается, что эпоха судей, то есть между исходом, ну и там несколько десятилетий, 45 лет, согласно Танаху захвата Израиля, между исходом и царством должна укладываться примерно в 200 лет, никак не в 400, не в 480 и даже не в 350 эпохи судей. Да, я вижу, что кто-то написал, тут написано, что кто-то поднял руку. Это я поднял. Да, пожалуйста. Можно? Скажите, пожалуйста, какие есть точные даты написания этих книг? Ну вот, книга судей, в частности, какие-нибудь есть? Да, мы об этом поговорим. Я, наверное, пропустил что-то. Нет, вы не пропустили, мы об этом поговорим чуть дальше. Я специально... Потому что, если это все с времен Изры, после Вабилона, записано, до этого была устная традиция, наговорить мы можем все, что хотим. Секунду, Александр. Мы поговорим о времени написания этой книги. Я не думаю, что она была создана во время Эзры. Я полагаю, что она была создана раньше. Когда раньше? Чуть-чуть попозже об этом. Чуть-чуть попозже. Окей, спасибо большое. По крайней мере, вот эта таблица, она показывает довольно, показывает ту проблематичность, с которой мы сталкиваемся, когда мы читаем историю эпохи судей. Проблематичность как хронологическую, так и есть всякие лакуны, связанные с самими личностями этих судей. И тут я хочу обратить ваше внимание, здесь я как бы снова возвращаюсь к композиции, снова возвращаюсь к композиции и к тому, к чему эта композиция нас приводит. А дело вот в чем. значит, если мы читаем внимательно вот эти два введения книги судей и затем переходим сразу же к вот этим приложениям, к аппендиксам, то мы замечаем одну любопытную вещь. Постоянно и последовательно поднимается на щит колена Иуды. Согласно введениям, колена Иуды это единственное колено Израиля, которое не подверглось порче, которое выполнило свою миссию так, как нужно было выполнить миссию наследования земли Израиля. И войны, которые описываются в этих введениях, начинаются словами, там задается вопрос, кто впереди, кто пойдет первым. Ответ, который приходит от Бога, Иуда впереди. Иуда как бы вождь колен. И если мы заглядываем сейчас вот эти два приложения, рассказ о выдали Михи в странствиях колена Дана, рассказ о наложнице изнасилованной в Гиви, то мы видим очень похожую ситуацию. Снова вы еще в таких чуть более конкретных и более ярких тонах озвучиваются инвективы в адрес северных колен. Миха происходит из горы Фраима, судя по всему, из колена Ефраима. Он создает некий Песелидл, вроде бы даже не для того, чтобы служить другим богам, а служить Богу Израиля, но все равно это запрещено согласно Тори, которая запрещает делать какие бы то ни было изображение или статуи божества. Он там берет себе некое востранствующего левита в качестве священника, жреца. Собственно, рассказ, не вдающийся все подробности, начинается вообще с воровства. Миха проклинается родной матерью. Собственно, мать не знает, что именно он есть тот, кто украл у нее деньги. Но он как раз и есть тот самый человек, выясняется по ходу дела. вслед за тем на сцену выходит колено Дана. И колено Дана изображается тоже весьма неприглядно. Оно ведет себя как своего рода разбойники с большой дороги. Нападают, грабят, захватывают, убивают, ни с кем не считаются. В общем, такие они изображаются очень неприглядно. Рассказы наложницы изнасилованы в Гиве. Дело происходит в Гиве Венеминовой, но начинается с прихода в Бейтлехем. Бейтлехем, я уже как бы начинаю немножко намекать на подоплеку. Бейтлехем это, как известно, город, в котором впоследствии рождается Давид. Гива Венеминовой это город, который происходит в Шауль и который делает этот город своей столицей. Так вот, вначале все происходит в Бейтлехеме и туда приходит опять-таки странствующий Левит забрать ушедшую от него жену и отец этой женщины Иудей принимает его совершенно роскошно, подобно Аврааму, который принимает гостей. Потом они через некоторое время уходят из этого места, чтобы возвратиться домой, но им нужно где-то заночевать и вопрос где. Есть две возможности. Либо город Ивус, будущий Иерусалим и будущая столица Давида, но там сейчас Ивусеи, чужие люди, либо в Гиву, которая как бы наша, наш город, город Вениамина, но когда они приходят туда, выясняется, что жители этого города, об этом мы еще подробно будем в свое время говорить, ведут себя подобно садамитянам, и собственно говоря, они насилуют и до смерти эту несчастную женщину, в результате развязывается гражданская война против колена Бениамина, которая не готова выдать преступников, во главе колен, которые ведут эту войну, опять-таки, Иуда, и место, рядом с которым плачут колена, потому что здесь снова возникает возникает образ плачущего плачущего народа Израиля, и это место, это не что иное, как город Бейт-Эль, куда собираются собирается Израиль, и оттуда, собственно говоря, они выходят на эту кровопролитную гражданскую войну, в результате которой колено Бениамина практически уничтожается. его, в общем, чудом удается немного восстановить, но тоже при помощи довольно, скажем так, насильственных и разбойных средств. Это я очень кратко пересказал эти сюжеты, мы о некоторых из них более подробно будем говорить, но смысл, в общем, довольно ясен, что перед нами очевидное противостояние колена Иуды, которая слушает голос Бога и идет и исполняет его волю, и колен Севера, которые ведут себя безобразным образом, как в целом, так и в частности, впадая, как выдавило поклонство, так и на всевозможные социально-моральные грехи, которым, разумеется, нет прощения. И в этой связи мы сейчас таким образом мы подойдем в результате к вопросу о создании книги Судей, значит, в этой связи мы рассмотрим некоторый рассказ. Первый рассказ о Судье, который как раз-таки принадлежит к колену Иуды. Его зовут Утниэль Сынкназа. Рассказ, в отличие от остальных рассказов о Суде, довольно краток. В то же время он не являет собой вот такую краткую биографическую заметку на один или два стиха, чуть-чуть больше. Говорится в нем следующее. «И творили сыновья Израиля зло в глазах Господа и забыли Господа Бога своего, служили Балам и Аширот, Аширам, хананским богам, и возгорелся днев Господень на Израиль и отдал он их в руку Кушанариш Атайма, царя из Арама Араима». То есть Арама Араим служит в Танахе одним из обозначений Месопотамии и служили сыновья Израиля Кушану Ришатайму восемь лет и возопили сыновья Израиля Господу и поставил Господь им спасителя сыновьям Израиля и спас их от Ниэль Сын Кназа младший брат и младший родственник Калева и был на нем Дух Господень и судил он Израиль и вышел на войну и отдал Господь в его руку Кушанаришатайма царя Арама и рука его была тяжелой сильной на Кушанаришатайме то есть он его победил и успокоилась земля в течение сорока лет покоилась земля в течение сорока лет и умер от Ниэль Сын Кназа все это в точном соответствии с той схемой которую я уже обрисовал как вообще в обведении описывается история эпохи судей сначала грехопадение гнев Бога Израиль попадает в руки врагу молится Богу Бог высылает им спасителя спаситель побеждает врага земля покоится некоторое время судья умирает а потом все начинается сначала этот рассказ об Атниэле сына Кназа имеет ряд любопытных характерных особенностей то что он краткий я уже сказал вторая его характерная особенность что он единственный из всех рассказов из всех рассказов о судьях в этой книге где в качестве врага выступает царь из далекой относительно земли а если мы на секунду вернемся вот к этой таблице против кого воюет например Игуда против Маавитян восточный берег Иордана против кого воюет двора она воюет против северного Ханаана Хацор против кого воюет Гидон Гидон воюет против всяких кочевников которые нападают на Израиль среди них например меденитяне уже мной упомянутые которые нападают и опустошают поля Израиля против кого воюет Ифтах против Аманитян против кого воюет Шимшон против филистимлян это все и Шмуэль кстати тоже воюет против филистимлян то есть это как бы все наши ближайшие соседи значит единственное исключение это вот этот странный Кушан Ришатайм из Месопотамии словно бы царь Вавилона пришел поработить Израиль в самом деле некоторые современные традиционные комментаторы пытались соединить образ Кушана Ришатайма с так называемой Касицкой или Кашицкой династией правившей в Вавилонии окрестностях где-то примерно с 15 по 12 век до новой эры это были не семиты это были был странный народ почти не оставивший после себя никаких артефактов судя по всему иранского происхождения точно неизвестно вот так вот само имя Кушан оно как бы могло навести на такую мысль хотя доказательств этому нет и с другой стороны можно предположить что какой-то отзвук опять-таки реальных сведений о об этих об этой цивилизации докатился до Танаха но с другой стороны не менее очевидно что имя тут носит символический характер имя Ришатайм очевидно что это от слова Реша и Реша зло злодейство злодейство вдвойне то есть это какой-то мощный страшный злодейский царь который порабощает Израиль это вторая особенность нашего рассказа но есть и третья особенность которую мы должны упомянуть дело в том что Нельсон Кназа по которому мы сказали что он единственный принадлежащий колену Иуды он же единственный из всех судей напрямую упомянутый в введении книги судей в книгу судей он же кстати упомянутый книги Иошуа одна и та же история с небольшими стилистическими изменениями суть которая состоит в том что когда Калев захватывает Хевроны и окрестности то он решает захватить также близлежащий город Двир он же Кириат Цефер и бросает клич такой фольклорный известный нам мотив тот кто исполнит мое задание тому я дам свою дочку жены почти как царство в придачу потом этот мотив появится в книге Шмуэля в связи с Давидом и его победой над Гулиатом Голиафом и действительно тот кто захватывает этим человеком является Нельсон Кназа которому действительно Калев отдает свою дочку Ахсу жены и эта история рассказывается в 15 главе книги Иошуа мы это уже упоминали а также в первой главе книги судей вот в этом первом введении я тут специально выделил имя героя от Нель сын Кназа Ахи Калева Катон Мимену это ровно та характеристика которая появляется и в нашем рассказе об Отниеле который воюет с Кушаном Ришатаем вот он Отниель Бентназ Ахи Калева Катон Мимену младший его брат теперь каким выводом нас может привести это эти как бы характерные особенности это описание я как бы напрямую это скажу на мой взгляд это вещь абсолютно очевидная хотя ее не так часто вспоминают значит этот рассказ об Отниеле сына Кназа судя по всему был создан постфактум и присоединен к рассказам о суде то что он столь краток и схематичен показывает что здесь не было исходного материала такого интересного и многогранного который мы находим рассказах об Игуде о дворе о гидоне об Ифтахе о шимшоне о которых мы еще будем говорить но все эти рассказы большие яркие с множеством деталей и подробностей как происходит война там скажем про Игуда рассказывается что он отправился как делегат к царю Муава чтобы вести с ним переговоры в результате убил его и тем принес победу народу Израиля все очень подробно даже с натуралистическими деталями описывать как это происходит вот ничего подобного мы не находим здесь то есть рассказ это на самом деле не столько рассказ сколько озвученная схема то что этот рассказ в центре этого рассказа находится человек единственный который упомянут во введении книги судей а стало быть и при том теми же теми же самыми словами называется свидетельствует судя по всему о том что одна и та же рука создавала этот рассказ и эти введения и наконец важно отметить вернуться к этому что это единственный единственный герой из колена Иуды то есть та самая рука которая возвышала и превозносила колено Иуды она же ставит в качестве первого рассказа открывающего эпоху судей рассказ о человеке из колена Иуды более того хотя этот рассказ столь краток но победа которую достигает от Нельсен Кназа гораздо больше чем победы всех последующих судей потому что он смог победить самого мощного врага которого только можно было себе представить все остальные в гораздо меньшей степени и в этом случае у нас есть неожиданным образом текстологическое подтверждение правдивости оправданности этой гипотезы где мы находим это подтверждение я вам сейчас его покажу здесь перед вами конец книги Йошуа мы ее немножко обсуждали в конце книги Йошуа рассказывается о том как он умирает это потом повторяется в начале книги Сури он умирает его хоронят и дальше говорится что все дни после смерти Йошуа все дни Йошуа во времена Йошуа во времена старцев которые окружали его и умерли уже после него значит Израиль служил Богу также отмечается что в точном соответствии с завещанием заветом Йосифа его кости поднимают из Египта и захоранивают в шхеме и последнее что сообщается что умирает первосвященник Елизар бен Арон сына Арона и его тоже хоронят а вместо него первосвященником становится его сын Пенхас теперь я вам представлю как эта же история предстает описана в септуагенте к эпилогу книги Йошуа посмотрите внимательно я просто здесь этапы представляю смерти похороны Йошуа захоронение костей Йосифа назначение Пенхаса священником вместо умершего Ильазара и дальше то чего нет в книге его шло в конце идолопоклонство сыновей Израиля и порабощение Израиля Иглоном царем Муава продолжающиеся 18 лет на секунду скакнем в таблицу чтобы было ясно о чем речь идет вот оно вот эти 18 лет 18 лет переходный период это период порабощения и когда нет судей судей становится Игудзен Сингире который собственно и побеждает Муавитян и царя Муавитян Иглона что же получается если мы читаем Септуавинту что порядок был такой умирает Йошуа и начинается эпоха судей с чего она начинается она начинается с истории о порабощении Израиля царем Иглоном и о победе над этим царем Вудом Бен Герой надо отметить что если мы откроем Септуагент у книги судей то там дальше уже будет все так же точно как и у нас в масоретском тексте но вот этот эпилог книги Йошуа о чем он собственно говоря свидетельствует он судя по всему свидетельствует о том что перед нами некоторая более древняя версия последовательности событий а также границ между книгами вот эта граница между книгами между книгой Йошуа и книгой судей не существует в этом эпилоге книги Йошуа к Септуагенте как бы этот эпилог уже начинает разворачивать перед нами историю эпохи судей при этом нет никаких введений книгу судей и нет истории от Ниэля сына кназа все сразу же начинается с рассказа о герое из колена бениамина теперь это очень важное на мой взгляд текстологическое свидетельство которое как бы представляет нам некоторую древнюю версию текста которая потом обросла и была изменена и в результате мы получаем книгу судей в том виде в каком она перед нами вся эта композиция но что же это в сущности говоря значит это в сущности значит здесь я перехожу к вопросу Александра и о времени создания книги судей и о бафтерстве книги судей что мы имеем дело здесь по меньшей мере с двумя а можно сказать с тремя этапами есть традиции которые доходят до нас с севера эти традиции описывают как герои Израиля которые являются спасителями судей спасают Израиль от врагов их притесняющих опять же подчеркиваю все истории связаны с севером это северный явно северной традиции включая историю про Или Ишмуэля это все север когда я говорю север я подразумеваю все что севернее Иерусалимов все что не колено Иуда на каком-то этапе эти традиции начинают соединяться кто их начинает соединять происходит ли это уже там на севере мы точно не знаем соединяются ли они в устной форме или на каком-то этапе достаточно древнем начинают записываться это тоже большой вопрос сегодня известно что письменность судя по всему в Иудее и до этого в Израиле начинает развиваться где-то по-настоящему только лишь в восьмом веке до новой эры Израиле и Иудеи скорее на грани веков восьмого и седьмого несколько позже теперь мы знаем также о том что где-то примерно в семьсот двадцатом году до новой эры когда разрушается между семьсот двадцатым и семьсот двадцатым годами до новой эры когда разрушается северное израильское царство ассирийцами в Иудею хлынул поток беженцев беженцев севера археологи свидетельствуют о том что население иудеи в это время резко возрастает равно как и население города Иерусалим и таким образом северные традиции попадают на территорию иудеи это связано отнюдь не только с историями о суде о суде есть еще много разных северных традиций о которых я сейчас просто не говорю дойдет до этого время но во всяком случае северные традиции именно тогда попадают иудеи и вот в тот момент когда именно мы еще будем в дальнейшем говорить но вполне возможно что это происходит уже в последние десятилетия существования иудеи во времена царя Йошиягу который правит повторяю в последние десятилетия седьмого века гибнет в бою в 609 году до новой эры производит колоссальную религиозную реформу которая судя по всему источником своим имеет книгу дворим и многие из текстов которые принадлежат корпусу который мы называем новим решением судя по всему записывается именно тогда начинают записываться начинают оформляться как некое цельное произведение теперь есть много разных гипотез как это происходит в библиистике есть такая как бы начиная с середины двадцатого века устоявшаяся гипотеза которая постоянно моделируется изменяется гипотеза немецкого исследователя Мартина Нотта который говорит о том что речь шла об одном авторе который работал уже после в пленную эпоху и как бы вот он собрал все эти традиции и создал колоссальный корпус начиная от книги Деварим и кончая книгой царей книгой Малахим есть другие гипотезы что этот корпус создавался по меньшей мере в два этапа с одной стороны во времена Йошияу в конце седьмого века а дальше был закончен в пленную эпоху в шестом веке но так или иначе так или иначе судя по всему и здесь я отвечаю на вопрос Александра окончательная редакция книги судей происходит в Иудее вот где-то ну как наиболее ранняя возможная дата седьмой вторая половина седьмого века до новой эры соответственно с этим эти северные традиции вставляются в некоторую рамку обрамляющую их которая с одной стороны показывает абсолютное превосходство колена Иуды над всеми остальными коленами другие колена представляются в довольно неприглядном виде с другой стороны это создает ряд довольно непростых противоречий между рассказами о суде и тем что как бы тем общим посылом общим месседжем книги судей эти противоречия частично решаются при помощи редакторских как бы вот этих замечаний которые создают в самом деле определенную последовательность последовательность истории судей которая вот как я назвал ее такая дурная бесконечность один и тот же сюжет все время повторяется и повторяется и повторяется таким образом эпоха предстает как абсолютное падение по сравнению с предыдущей эпохой и с последующей эпохой царства то есть такой черный провал хотя это совершенно не следует из рассказов о суде которые по всей видимости здесь я снова обращаюсь к вопросу Александра создавались гораздо раньше на территории Самарии точно сказать когда довольно трудно я хочу только отметить в заключении и перед тем как я дам время для вопросов после этого общего обзора книги судей я тут хочу отметить что археология судя по всему подтверждает как раз таки то что описывается в самих рассказах о суде я пользуюсь сейчас книгой израиля к ноле книга которая называется как создавался на нах и буквально как родился нах и в частности он как раз обсуждает тот вопрос что собственно нашли археологи на территории израильских поселений времен предполагаемой эпохи судей где-то около двухсот лет между двенадцатым и десятым веками до новой эры и вот он указывает на следующие детали он говорит что во-первых во-первых не найдено никаких храмов в этих поселениях а очень простые культовые предметы которые называются на иврите словом мацева то есть такой обработанный для культовых целей камень очень простой который действительно в Торе упоминается неоднократно в связи с рассказами о працах книги Берешит Яков скажем ставит такой вот камень Муше во время заключения Синайского откровения тоже ставит такой камень мацева то есть это как бы такое вот изображение традиционного служения Богу когда нет еще никакого храма теперь что еще не найдено не найдено тоже любопытно на территории этих поселений не найдено практически никаких изображений божества никаких статуэток с изображениями божества их нет можно ли из этого заключить что это свидетельствует о принципиальном неприятии возможно этого мы сказать точно не можем но с другой стороны как бы отсутствие их последовательное отсутствие найдено буквально несколько артефактов артефактов такого рода возможно действительно свидетельствует и об определенной идеологии вот кроме того он говорит о том что не найдено могильных склепов захоронений и значит положение такое что в эту эпоху хромили тоже очень просто зарывали в землю и опять же тот вывод который некоторые исследователи делают цитируют к 0 здесь состоит в том что это некое стремление отстраниться от всего что связано со смертью некоторое идеологическое отстранение связано с тем что смерть это некоторое как сказать символ нечистоты и отдаление от Бога это конечно некоторые спекуляции то что не найдено вот но все таки скажем мы можем сказать следующее что археология не подтверждает ту мрачную картину эпохи судей которая описывается во введении книг судей в в рассказах приложениях книги судей и в тех авторских ремарках которые разделяют рассказы о суде а скорее как бы сами рассказы о суде они гораздо более аутентично изображает действительность если не того времени то по крайней мере близкого к нему ну это собственно говоря время то наше вышло вот я здесь поставлю точку мы через две недели начнем более подробно разбирать некоторые сюжеты книги судей но я здесь как бы перехожу к вопросам если таковые имеются то пожалуйста посвятим некоторое время вопросам да если можно спасибо спасибо за интересный рассказ это все очень любопытно и вы собственно почти ответили на то что я хотел спросить когда вы объявили что сейчас вот вопрос задавать единственный нюанс в кавычках конечно нюанс количество судей то есть их время правления как бы не вмещается в реальный исторический период о котором может идти речь были ли вообще судьи то есть какие судьи были то есть что мы об этом знаем из конкретной истории то есть из научной истории то есть что мы знаем о конкретных судях были ли они или нет ответ мы ничего не знаем ответ простой мы ничего о них не знаем за исключением того что описывается в самом танахе мы вообще вообще практически ничего не знаем точно до 9 века до новой эры у нас просто нет никаких внешних свидетельств вот первые такие внешние свидетельства начинают появляться после смерти Шлумо во времена Рехавама сына Шлумо когда египетский фараон Шишенк или Шишонк или на иврите Шишак как бы вступил с завоевательным походом на территорию Израиля и Иудеи вот а так нам ничего не известно поэтому на вопрос о том изображаются ли здесь какие-то реальные люди или это такие как сказать фольклорные персонажи мы ничего не можем сказать понятно что сам Танах построен таким образом что он стремится создать у читателя ощущение некоторой реальной историографии в этом смысле Танах уникальная книга для тех времен у нас нет на сегодняшний день по крайней мере ни одного историографического произведения из древнего востока которое бы создало вот такое последовательное описание истории на протяжении многих столетий есть всякие аналы царские надписи из Месопотамии из Египта но вот такого цельного исторического повествования которое мы находим в новом решении ранних пророков у нас больше нет поэтому конечно это создает ощущение истории вот но ничего более конкретного насчет самих этих персонажей сказать невозможно вы сказали сошлом а что с Давидом ничего тоже неизвестно самим Давидом но опять что известно неизвестно я говорю что бы то ни было становится чуть более обоснованным когда у нас появляется несколько независимых источников со времен Давида кроме археологических каких-то источников которые носят спорный характер они дискутируются у нас ничего нет само имя Давида упоминается упоминается есть такая надпись арамейская надпись из Тельдана найденная в 90-е годы 20-го века вот и там упоминается дом Давида не сам Давид а дом Давида это как бы то есть династия Давида известна со времен Давида опять же нам неизвестно ничего за исключением того что нам рассказывает о нем Танах равно как и Ошлумо ничего неизвестно кроме как то что рассказывает нам сам Танах хорошо еще кто-то хочет задать вопрос да Миша пожалуйста я как-то читал статью израиля Феткерштейна про Эутбенгера и он утверждал что то что Эутбенгера воюет с Мавитянским царем как-то сильно нелогично и мне тоже кажется что нелогично а скорее он воюет с каким-то местным финанским царем с царем воюет кто Эутбенгера что именно нелогично это я не уловил ну что Мавитяне попали в Ерехо как-то нелогично значит что значит это скорее все это происходило только не с Мавитянским царем а с каким-то местным финанским царем значит это вопрос другой это вопрос другой дело в том что Ерехо действительно фигурирует это верно вот но не то чтобы не то чтобы короче чтобы Мавитяне захватили Кноан это как-то значит в историях которые рассказываются в историях которые рассказываются в книге судей есть много таких достаточно проблематичных моментов вот значит не единственная история про Иуда бен Геру которая может быть подвергнута сомнению единственная может быть сомнению деталь в этой истории я понимаю но я говорю что это не единственная история где детали могут быть подвергнуты сомнению в любом случае царь Мава не сидит в Ерехо он находится на восточном берегу Ерехо упоминается вот но единственная единственная пожалуй из всех историй из всех историй про судей книги судей которые чья реальная подоплека более такая как бы обоснованная судя по всему это история связанная с Шимшоном потому что то что филистимляне давили Израиль в те времена это действительно вполне обоснованный факт все остальное это все остальное это под вопросом вот я одновременно когда я отвечаю на твой вопрос я стараюсь обнаружить в истории с Илгудом прямое упоминание Ерихо это целая статья как быть не мои измышления я понимаю я понимаю я просто ищу здесь в этой истории город Пальм про город Пальм говорилось город Пальм говорится в связи с дворой но хорошо я проверю это все-таки я проверю это окей это нуждается в проверке еще у кого-то вопросы господа и дамы у меня маленькое замечание было все равно как бы не такая важная вещь он говорил там как я поняла о приверженности к ритуальной чистоте но опять же по вопросу не нашли ты знаешь что не нашли никаких миг которые относились бы к эпохе вообще первого храма даже не поэтому какая-то ритуальная числота нам совершенно трудно представить верно я с этим согласен поэтому верно я согласен с этим совершенно поэтому я и сказал что это достаточно спекулятивно все звучит я просто я еще только хотел сказать одну вещь перед тем как мы завершим что судя по всему мы об этом еще поговорим в дальнейшем но судя по всему как бы эти истории о судьях выстроены автором редактором тоже в определенном порядке который это более такое смелое заключение оно неоднозначное но судя по всему оно призвано изобразить некую деградацию постепенную деградацию значит вот как бы от Нельсин Кназа затем такие персонажи как Игуд и Двора которым не предъявляется никаких претензий потом Гидон казалось бы вершина но в конце его истории редактор книги находит для него слово упрека и даже косвенно обвиняет его в уклонении в язычество затем Ифтах который ведет себя довольно разбойным образом и даже такая тоже неоднозначная история мы еще упомянем ее приносит жертву собственную дочь развязывает гражданскую войну в Израиле после победы над внешними врагами и Шемшон который так сказать волк-одиночка его нельзя в полном смысле слова назвать вождем который ведет довольно беспутный образ жизни но при этом спасает Израиль от филистимлян но в то же самое время филистимлянам удается его захватить именно вследствие того что он ведет такой беспутный образ жизни кстати говоря хочу отметить что в рассказе о Шемшоне единственный раз по сути дела упомянута действует колено Иуды в качестве кого в качестве того что на иврите называется масштаб те которые значит как бы помогают врагу именно представители колена Иуды выдает Шемшона филистимляна это единственное такое упоминание колена Иуды в самих рассказах о суде и как мы видим достаточно отрицательное вот так что возвращаясь вот к этому последовательности рассказов ощущение такое что редактор стремился создать последовательность постепенной деградации судей чтобы показать насколько это эпоха эпоха падения мне казалось что у нас нет сейчас времени я дико извиняюсь именно сегодня замечание что такой подход в классических комментариях существует что это показывает деградацию ничего больше хорошо тогда я всех благодарю если возникнут вопросы в дальнейшем то вы можете их написать через Натана и на них отвечу в начале следующего занятия я извиняюсь что я если я кого-то прервал напоминаю что следующее занятие через две недели окей спасибо большое всем счастливо пока Дима спасибо пока